Дмитрий Медведев утвердил правила общественного контроля в сфере ЖКХ. О том, что это означает, будем сегодня беседовать с главным государственным жилищным инспектором Чувашской Республики Виктором Кочетковым. Виктор Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Давайте, на первую очередь, наверное, отметим, что такое общественный контроль. Общественный контроль осуществляется в целях обеспечения прав и законных интересов граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства и направлен на открытость, направлен на прозрачность деятельности органов местного управления, органов государственной власти, как территориальных, так и республиканских, а также деятельности различных организаций, которые осуществляют свою деятельность в данной сфере, ну, то есть в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ну, вот смотрите, вы говорите вот прям как текст документа. И все-таки людям проще. Давайте объясним, как они могут действовать? Кто такой общественный контроль? Кто туда может входить? Что они могут контролировать? Давайте начнем, наверное, с того, что организатором общественного контроля выступает у нас Общественная палата Российской Федерации. Также может выступать Общественная палата Чувашской Республики, различные советы общественные, которые находятся при различных органах, как исполнительной власти, то есть республиканской, так и, например, территориальных, федеральных органов власти, а также Советам на квартирных домов, то есть они являются организаторами. Для того, чтобы осуществлять контроль общественный, то есть они размещают соответствующую информацию, но в настоящее время мы прорабатываем, хотим на своем интернет-ресурсе, на своем официальном сайте разместить соответствующий раздел, где будет вся информация размещаться в общественном контроле. Также данный вопрос проработали с разработчиками и портала ЖКХ нашего сайта, то есть портал, на котором наши жители нашей республики уже привыкли. Я правильно понимаю, то есть общественный контроль будут осуществлять организации какие-то, в которые могут входить все желающие, наверное, да, это мы с вами, например, ну или вернее я, главный государственный жилищный инспектор. В каком случае тогда наступает вот случай контроля? Что они могут проконтролировать? Когда? Это какие-то нарушения? Это какие-то неудовлетворительные качества услуг? Что это? Конечно, каждый гражданин, он может выступить и как в качестве, получается, общественного инспектора, так и в качестве общественного эксперта. То есть передачально граждане, например, по каким-то проблемным вопросам обращаются к организаторам, которых мы уже как бы с вами перечислили, обращаются. Те понимают, что существует проблематика по данному вопросу и принимают решение о проведении общественного контроля. То есть все граждане могут обратиться к ним с заявлением о том, что они хотят выступить по данной проверке, например, хотят выступить, например, общественным экспертам. Но для этого надо учитывать, что такой гражданин должен обладать соответствующим опытом, знаниями, навинками или каким-то специфическим квалификацией. Если же простым инспектором, то для выявления своей точки зрения соответствующей. Тогда возникает еще вопрос. Смотрите, если житель не устраивает какое-то качество услуги, которую оказывают управляющие компании или другие органы, он обращается сначала в управляющую компанию. Есть жилищная у нас инспекция, которая также проведет, наверное, проверку, какой-то даст свою оценку. Зачем нужен в таком случае общественный контроль? Ну, общественный контроль как раз подразумевает для того, чтобы все-таки была открытость, прозрачность функционирования. В том числе жилинспекции, да? В том числе жилинспекции. Ну, для сведений просто сообщаю, что у нас есть тоже при инспекции общественный совет, куда входят, в принципе, и члены общественной палаты Чувашской республики, в принципе. Вот. Ну, для того, чтобы все-таки жители могли не только поднимать проблематику, но и, например, на публичных слушаниях различных, да, то есть как в одной из форм общественного контроля могли обсуждать, то есть особо значимые проблемы, вопросы, которые затрагиваются в данной сфере. Ну, вот, насколько я понимаю, само понятие общественного контроля в сфере ЖКХ – это не новшество. В 2014 году, я знаю, какие-то нормативные акты, законодательные акты принимались. Что изменилось в этот раз? Ну, в принципе, сейчас просто более подробно, более достаточно просто для людей доведена информация, все-таки конкретизировано, конкретно, что, какая у них есть возможность осуществлять, то есть контроля, то есть самим. Потому что мы знаем, что сфера жилищного и коммунального хозяйства, она непростая, она затрагивает каждого собственника. Каждый из нас является потребителем как и коммунальных услуг, так и жилищных услуг. И поэтому самое главное – открытость. То есть и работы самих управляющих компаний, так и органов, которые осуществляют надзорную деятельность, например, в отношении их, являются регуляторами в данной сфере. Если мы говорим, что все-таки последнее нововведение для людей, да, где они могут ознакомиться с правилами? Это, наверное, у вас на сайте появится, может быть, еще он каких-то? Вот мы, как я уже говорил, мы этот вопрос прорабатываем, у нас на сайте появится раздел, а соответствующая информация будет и на портале ЖКХ, который у нас, который я уже озвучивал, в принципе. А так, в принципе, на любых интернет-ресурсах данная информация может появиться. Когда я озвучиваю тему, что к нам на интервью придет главный государственный жилищный инспектор, естественно, у нас начинают усыпаться вопросы со всех сторон. Один из них тоже озвучу, да. Семья из двух человек тратит каждый месяц примерно по три куба горячей воды. И вдруг в один месяц приходит квитанция, где сказано, что потрачено 30 кубометров воды. Семья вызывает специалиста, который проводит поверку счетчика, дает заключение, что счетчик в порядке. Начинают разбираться дальше, им даются самые, значит, разнообразные мнения, в том числе, например, гидравлический удар трубы, да, что-то еще. В чем причина неизвестна, но заплатить за три куба и 30 кубов – это достаточно такая существенная разница. Куда могут обратиться люди, в первую очередь? То есть как действовать дальше в этой ситуации? Ну, смотрите, если в первую очередь, конечно, люди по всем вопросам возникающим, у которых возникают проблемы, они, конечно, должны обратиться в первую очередь непосредственно в управляющую компанию. Управляющую компанию, говорит, 30 кубов платить? Ну, управляющая компания, понятное дело, что заинтересованное лицо, конечно, да. Да, то есть, потому что по факту козакоммунальные и на общие домовые нужды приходится все-таки рассчитываться с ресурсниками, там, по сверхнормативам, которые возникают, приходится рассчитываться им. Вот, ну, в первую очередь, конечно, должны прийти специалисты управляющей компании, посмотреть, были ли какие-то нарушения функционирования данной системы. Также посмотреть сам прибор, не нарушены ли целостности, например, средозащиты, то есть, опломбировка, там, было ли какое-то, может, механическое воздействие. Подкрутил ли себе пользователь дополнительно 30 кубов? Ну, бывает различное. Вы сами знаете, что до настоящего времени, то есть, управляющая компания имела право только в течение 6 месяцев приходить проверять. Сейчас сроки уменьшены, конечно, сейчас уже они могут приходить практически раз в 3 месяца, раз в квартал. То есть, они могут прийти и снять показания, потому что все-таки… Мы сами подаем. Да, это отдан на лодку потребителям, и потребители ежемесячно в установленный срок, в установленные сроки, то есть, которые… Ну, да, в конце концов, не ошибся ли сам, да, пользователь подавает, да, 3,30. Да, бывает, что, то есть, у нас идет и умышленное занижение. Чаще всего. Ну, да, чаще всего, конечно. Ну, перед утверждением, например, новых тарифов бывает и умышленное завышение, чтобы, то есть, оплатить эти кубометры по старой стоимости. А по постфакту потом уже просто… Перерасчет получился. Не перерасчет, а просто давать уже показания заниженные, то есть, уже, чтобы по новой цене они уже не оплачут в таком объеме. Ну, вот, как бы, в первую очередь, конечно, они обращаются в управляющую компанию. Если управляющая компания им никак не может там оказать содействие в решении вопроса, то, конечно, они могут обратиться уже в надзорные органы. Это и в управление муниципальным жилищным контролем, либо отделы к муниципальным инспекторам, которые у нас находятся, как в городах, так и в муниципальных районах есть у нас везде. Потом уже могут обратиться и параллельно, или просто обратиться к нам, в государственную жилищную инспекцию Чувашской республики. Мы также осуществляем и внепланы выездные предприятия по факту смотреть. Ну что, будем надеяться, что введением общественного контроля таких случаев будет все меньше. Да, работ в этом направлении начали. Я напоминаю, мы беседовали с главным государственным жилищным инспектором Чувашской республики Виктором Кочетковым. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»